В информационном агентстве «Россия сегодня» состоялся международный форум по кибербезопасности с участием международных и российских экспертов. Основная задача форума – это обмен опытом и выявление лучших практик в сфере информационной безопасности, технологии, законодательства и решения. В ходе первой секции форума много говорилось о важности диалога между отраслью и регулятивными органами власти. Представители государственных органов много говорили о партнерстве государства и интернет-сообщества в решении проблем кибербезопасности. Так депутат Государственной думы Российской Федерации Леонид Левин выделил пять принципов работы интернета, которые необходимо стремиться реализовать. В первую очередь интернет в России должен быть доступным. Второй принцип – это свобода. По словам Леонида Левина, свобода слова – обязательная составляющая коммуникации посредством интернета. Третий принцип – это безопасность. Четвертым и пятым принципом развития интернет-отрасли являются, соответственно, бизнес и доверие. Политик отметил, что бизнес должен выступать медиатором между бизнес-средой и общественностью. Кроме того, он обратил внимание на важность отказа от анонимизаторов, так как это способствует установлению атмосферы прозрачности и повысит уровень доверия пользователей. Безопасность – это защита прав. Пользователь должен иметь не меньший уровень защиты прав в виртуальном мире, чем в офлайне. Правоохранительные органы должны также серьезно расследовать преступления против личности или бизнеса в виртуальном мире, как это происходит в обычной жизни. Преследование киберпреступников должно осуществляться по тяжести, а не по резонансности содеянного. В этой связи утечка персональных данных, даже бескорыстных целей, должна весомо сказываться на лицах, принимающих решения в организации. По крайней мере, мы должны стремиться к уровню мировых стандартов ответственности за это. Представитель Совета Федерации Людмила Бокова обратила внимание на то, что сейчас много делается для защиты прав детей в интернет-пространстве. Она особенно отметила деятельность Роспотребнадзора, который за последние годы сделал многое для того, чтобы обезопасить детей от негативной информации в сети. Представитель Роспотребнадзора Антонина Приезжаева отметила, что кибер-угрозы перестали быть виртуальными и реально проникают в нашу жизнь. Я все-таки считаю, что каждый человек, учитывая, что мы защищаем права субъектов, значит, мы говорим о субъектности этих отношений, провел для себя и внутри себя границу между общедоступной информацией и ее общедоступностью. И правом на личную и частную жизнь себя и всех окружающих себя людей. Также в рамках форума Сергей Гребенников рассказал о старте проекта «Индекс медиаграмотности российских детей и взрослых» и обсудил с участниками критерии и способы измерения. Одним из громких презентаций стал запуск мобильного браузера «Спутник». Продукт предназначен для семейного использования и защиты от вредоносной информации. В нем предусмотрен специальный детский режим, возможность анонимной работы и даже голосовой ввод. Все упомянутые опции позволят предупредить и уберечь пользователя от потенциально опасных веб-страниц, а также закрыть доступ детям к ресурсам с контентом для взрослых. За весь день проведения форума были проведены 9 секций, на которых обсуждались сотрудничество отрасли и власти по вопросам защиты персональных данных пользователей в сети, необходимость формирования позитивной этики молодого юзера, индекс медиаграмотности российских детей и взрослых, программно-технические угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы регулирования в области кибербезопасности, безопасность корневой инфраструктуры Рунета в современной обстановке. Кроме того, представители Чехии, Великобритании, Болгарии и России обсудили международный опыт позитивного и безопасного онлайн-пространства.